Не нужен, кроме как в детских садниках, где еще до сих пор есть нормы, что надо проглаживать постельное белье и все прочее. Ну и понятно, что есть у вас дресс-код, да? А по поводу электролампочек, у тенеро-сберегающих, что садить тут идет? Классный вопрос, я нуждал. Сейчас светодиодные производят уже. Ну, во-первых, проблема многослойная, да, многоступенчатая. То есть, да, вот эти лампы, спиральки, выяснилось недавно, что у них ртуть. Ну, шутка, что недавно, всегда все про это знали. История в том, что их нельзя категорически выбрасывать в обычную мурту, сывно-бедро, если это видите, да, там, говорите об этом, пожалуйста. Их важно хранить дома, да, в недоступном для детей месте, если они не разбиты, безусловно, да, безусловно, не разбиты. И сдавать на утилизацию. А вот кто-то знает, да, где в Кривом Роге их принимают? Нигде не принимают, да? Что вы делаете с лампочками? Ну, в Москве, в Питере, в Киеве есть места, организации, которые их принимают на переработку, да? Я знаю, что даже и в Кривом Роге есть такие организации, но они ее принимают от юридических лиц, да, то есть население принимают. Ну, здесь единственный выход, да, это добиться того, чтобы здесь установили пункт приема таких ламп. Государство обязано это делать по законодательству. Но это опасные отходы, это, ну, вот, вреда жителям. Конечно, да. А мы, вот, наша задача помочь им вспомнить, что это такое. На Первом Восточном установлены контейнеры для сбора лампочек. Где? На Первом Восточном. На Первом Восточном. Проводится эксперимент в городе, да. Проводится эксперимент, а где это там? Что где? На Первом Восточном, это что? На контейнерных площадках. Это микрорайон. Микрорайон, а где там именно? На контейнерных площадках. На контейнерных площадках, на всех. Есть специальные боксы для ртутных ламп. На контейнеры, да, красного цвета. Контейнеры красного цвета. Когда они вливают потом? Есть заводы, есть, да, то есть переработка ламп, она выгодна, но при больших объемах, да, понятно, что там 3-4 лампы, это не выгодно Та же история с батарейками, Финляндия только спустя 15 лет, по-моему, да, стала, перестала, ну, то есть этот процесс стал выгодным Когда к ним стали вести батарейку на переработке со всей Скандинавии, сейчас у них это выгодный процесс, и человек, который сначала это вложился, бизнесмен, он миллионер То есть он стал, наконец-то, получать спустя 15 лет на этом деньги, а государство при этом помогало только на первых парах, не сильно, немного И светодиодное освещение, да, за ним будущее, несмотря на то, что оно дороже, чем ртутные лампы, но оно безопасно при утилизации, да, редко, намного реже ломается и экономит все больше энергии В разы, то есть оно по потреблению электроэнергии еще больше Еще более выгодно Итак, дальше А производство не очень экологичное, выращивание кристаллов Производство не очень экологичное, ну, понимаете, это такая качество Вообще самое, и плюс еще есть вопрос про качество света, я знаю, да, то есть нет еще светодиодных ламп, не забрели, которые бы были абсолютно безопасны от человеческого глаза И ртутные лампы тоже по освещению не очень полезны, не идеальны Самое идеальное для глаза, это лампочка Виннича, ну, классическая, в смысле, Эдисона, да, классическая И здесь вот вопрос таких вот вилок, ответ она на это, вопрос еще открыт, что называется, да Но мы пользуемся, да, вот сейчас ртутными лампами и светодиодными пробуем разными Мне там периодически дарят, вот, или где-то я покупаю, смотрим, тестируем Так, вот такими небольшими фишками, на самом деле это просто направление Если вы загурите советы по сбережению энергии дома, там очень огромное количество И для хозяек, и как там гладить, не гладить и прочее То есть там пункта 80 можно, вы просто можете посмотреть, что это такое Вот, применив это, мы, наши достижения, мы снизили оплату за электричество Мы сейчас живем в Питере в однокомнатной квартире, у нас там небольшая квартирка И до этого жили друзья наши, они платили 800 рублей в месяц, можете посчитать сколько времени 800 рублей в месяц за электричество, мы сейчас платим 200 200 гривен, да, то есть мы платим вот сейчас меньше в 3 раза В 4 даже, в 4, да Дальше, принципы 4R Это сокращать, редьюс, сокращать потребление Редьюс, снова использовать, сдавать переработку и отказываться от лишнего Это такие базовые экологические принципы, которые каждый из вас может применять в своей жизни Сейчас расскажу, что это такое Редьюс, сокращать потребление Это всегда в голове держать, зачем мне эта вещь, ну, зачем я ее покупаю, зачем мне ее дарят, может мне это не нужно Отказываться на улице от рекламных флайеров и газет Но таким образом мы стимулируем вырубку лесов на производство бумаги под эту ненужную продукцию И тем более, ну, вот, не знаю, как у вас, но во всем мире это не работает уже, да, то есть такая устаревшая маркетинговая стратегия Далее отвергать одноразовые вещи, посуда, бритвы, зажигалки, тапочки и прочее Дальше, редьюс, снова использовать Понятно, черновики-обратки, да, либо вот, как называется Ну да, черновики-обратки, печатать на принтеры для записи использовать И бюджетно, и экологично У нас дома, например, стоит коробка, а там, да Это обычная картонная коробка, на ней написано, мы туда складываем все вещи, которые нам не нужны Ну, какие-нибудь там диски, книги, бирюльки, да, там, косметика с хорошим сроком годности Ну, то есть все в хорошем состоянии, там, чистое, да, но то, что нам не нужно И всем друзьям, которые к нам приходят, к нам приходит много, мы просто говорим, ребята, вот у нас тут есть вам подарки, можете что-то из этого взять Рекомендую вам сделать такую же штуку, да, и вот Есть еще, например, такое понятие, как шмотка-пати или фримаркеты Когда вы можете в своей дружеской компании, либо с родственниками сделать такой обмен, да Назначить день, сказать, приносите ли все, что вам не нужно Если вещи не пользуешься больше полугода, она, скорее всего, тебе не нужна Если она там пылится в шкафах, да, а другой человек будет счастлив, дико ее получить Понятно, да, вопрос не только про деньги, но и про то, что ему не нужно будет покупать новую вещь И на это не будут использоваться ресурсы планеты Вода, энергия, бензин на перевозку этого нового чего-то Есть очень много сайтов, сообществ, где можно тоже это все дать То есть дарение процесса, это еще помимо вот экологического очень вдохновляет, да Когда ты с чистым сердцем даришь тот человек, что ему нужно Не навязывая, понятно, да, какой-нибудь всякий хлам Что? Секонхенды, это тоже экологично Ну вот, а мне сейчас одежда, которая вот после полутора лет Первая, ну, купленная новая, да То есть я полтора года одевался только в секондах, на премаркетах и прочих Вещи, которые там использованы, они служат еще В этом смысле это хорошо, да, понятно То есть они хорошие, качественные, да Опять же, есть вопросы там с энергией, с ауровой, с чем-то людей, которые это носили Но опять же, та же молитва или там мантра или посыпать солью Все это, или постирать, все это, ну, уходит Ну, если для кого это важно, да Так вполне можно, ну, вот, использовать Секон, тем более там здесь такие вещи встречаются, да, привезенные издалека Которых здесь, ну, не встретишь просто Итак, дальше, про мусор поговорим, про отходы Я думаю, что многие из вас мечтают побывать вот Ну, я сам бы не отказался, да, прорешать на этом мемоке Это реальная фото из Мальдив На самом деле там происходит такая штука Это фото из Мальдив, из Тихоокеанского мусорного пятна Если кто еще не знает, добро пожаловать, теперь вы это знаете В Тихом океане есть остров, площадь из Калифорнии Из мусора, из пластика, да, то есть там несколько метров пластикового супа такого Через него можно плыть неделю, представить, неделю на яхте, да, через это вот месиво Да, там есть волонтеры, которые пытаются с этим что-то делать Но пока глобальная проблема Сложняется тем, что это нейтральные воды То есть никакое государство это не принадлежит и не берет ответственность на это, да Мусор, который там, это из него только 20% то, что выбрасывается с кораблей 80% того, что пришло с суши И поэтому, почему историю, помните, про пакет Отказ от пластикового пакета на магазине, да То есть он, скорее всего, может через год, через два, через десять лет оказаться там Сила воды, течения, все это же залетается с асфалок, с нашей Опять же, я понимаю, что эта проблема, может быть, там, по сравнению с водой, воздухом не так важна, да Но это тоже важно, и я вот сейчас не могу повлиять на качество воздуха, но я могу не свой пластиковый пакет не отправить туда Не отправлять природу дальше И чем нам больше станет, тем будет легче, тем нам Дальше Ну да, как раз про личную ответственность за мой мусор Восемьдесят процентов, ну, пакета классическая здесь тоже работает, восемьдесят двадцать Восемьдесят процентов из мусорного ведра можно переработать полезные вещи То есть прямо вот, я, наверное, не буду вам рекомендовать прийти сегодня вечером из-за вашего мусорного ведра Вы можете просто подслеживать, как часто вы выбрасываете, сколько там вещей, от чего вы можете избавиться То есть как, ну, чего вы можете снизить, да, реально, да, чтобы как минимум реже выносить на урну Ну, тоже из-принципления здесь работает Мы, ну, вот уже вдвоем, у нас есть там среди то, что мы сортируем, ведро для несортируемого Мы его выносим на обычную там мусорку, да, рядом с домом, раз в три недели Раз в три недели, да, то есть, а каждая обычная семья, каждое утро, два пакета, прочее Опять же, самые простые фишки, которые вы можете делать уже сегодня, это сминать То есть тетропаки, да, понятно, из-под сока, то есть разгибаем уголки и сплющиваем Таким образом занимает меньше места на свалке и мусорном ведре, да, вот Либо из него делать какие-то поделки, там, кормушки для птиц, для рассады, да, ну, повторное использование тоже как один из способов Что? Тетропаки хотели брать Безусловно, да, я говорю, поэтапно, да, тетропаки, кроме того, что это мусор, да, их можно перерабатывать Да, я знаю, что есть переработка тетропаков, даже в Украине есть завод, который перерабатывает там Тетропак это трехслойное вещество, это картон, пластик и алюминиевая фольга, да, это просто на тех же бумажно перерабатывающих заводах просто мясорубка огромная размеливается, потом разными путями, там, водой разделяется на разные фракции По всему миру тетропаки такие заводы ставят, но они, поскольку нет системы сбора, да, то им невыгодно это, да, то есть понятно, что у вас, скорее всего, нет этого в кривом роге, даже и в России нет ни одного завода Да, тетропак только поставил первую линию, пробанную, да, и они сделали что? Они весною объявили акцию, ездило несколько газелей, тетропаковских по городу и собирало от населения Они были в шоке от того, сколько людей принесло им тетропак На 12-миллионную Москву огромное количество людей, это хранит дом, они выбрасывали, потому что понимают, что это, ну, вот, вредно, да Они продолжили эту акцию и сейчас вот по городу формируют сеть стационарных пунктов и будут строить большой завод То есть, ну, вот потестили и запустили, да, и все Дальше, вот это так у нас выглядит дома Просто коробка картонная с тем, что уходит в переработку Я сейчас расскажу, что куда как и зачем, и что с этим можно делать, в самом числе, в кривом роге То есть, это пластиковые бутылки, если вдруг они появляются, те же тетропаки, если вдруг появляются, мы их почти не покупаем, друзья приносят или кто А вот банки там консервные и прочее, вот нижнее левое фото, это мое изобретение, еще одно Я долго думал, куда девать тонкий пластик, то есть, упаковочный, да Я взял пятилитровые бутылки и начал их все запихивать Использованные зубные щетки, вот, которые вообще нигде никак непонятно перерабатываются Упаковочный пластик весь, там, от конфет, когда мы еще ели вот эти пластиковые всякие составляющие Это все упихивается, очень долго утрамбовывается, как минимум, это не оказывается на свалке, да Это у меня хранится дома, ну, вот, такая штука заполняется где-то раз, ну, месяц, да При том, что мы просто осознанно относимся к пластику, то есть, мы пластик стараемся вообще не покупать И далее, по весне я вот довезю друзьям, под Питер, который занимается экостроительством Из этого можно строить заборы с сеткой рабицей, можно строить технические сооружения, ну, то есть, использовать как в строительстве, да Либо дождаться светлых времен, когда построится завод по переработке методом плазмы, да Когда при очень высоких температурах это может сжигаться, получаться воздух, как бы тепло и электричество из этого, да Так в Финляндии это называется энергоотходы, и так вот реализируется порядка, там, сорока процентов И опять же, это мне не очень нравится, потому что, ну, на производство этих вещей потрачена энергия Поэтому самый лучший способ это минимизировать вообще то, что покупается, появляется Отдельно макулатура, да, отдельно батарейки и прочее Вот про виды пластика, коротко тоже потом посмотрите, то есть, есть 7 видов пластика, их все по-разному перерабатывают, поэтому важно разделять Самое основное, что есть, это пластиковые бутылки, это отнерка, у них на донышке можно проверить, сюда есть циферка 1, или просто PET написано А двойка, конечно, ПДЕ, это, в основном, из-под шампуней, различные такие, толстый пластик, так называемый И дальше, куда сдавать в кривом роде? Я вот нашел две, по-моему, точки сбора макулатуры, то есть, компании, которые этим занимаются, да И можно там раз в месяц, накопив, это туда отвозить Либо, я знаю, что есть по городу сетки для бутылок пластиковых, да? У кого рядом есть сетки для пластиковых бутылок? А, у меня нету, извините, да, вот А кто, кто туда выносит пластик регулярно, есть такие люди? Круто, мой вам респект, от планеты Земля тоже Сплющиваете, да, перед тем? Ну, это просто удобнее, можете просто, да, и дома хранить, да, меньше места будет занимать И в сетке будет меньше места занимать Я знаю, что Old Shelter начали собирать пластиковые бутылки Правда, не знает, куда девать Мы сегодня обсуждали, что это можно просто сделать Хороший вывоз куда-нибудь там в эти сетки, да, либо вот Будут тут стройка по весне, возможно, использовать там У нас есть фирма «Чистая миска», которая собирает именно для переработки Макулатуру, пластик, бутылочки из-под пива и другое Они, эти полиэтиленовые кульки, они перерабатывают Они делают полиэтилен для теплиц, для теплиц Они отправляют на химические заводы на переработку для всяких там кульков Прекрасно А где собирает, как собирает, есть пункт или По всему городу По всему городу Только надо сто килограммов за раз Нет, абсолютно нет, такого нет Это пункт приема, как отдельное помещение, там есть какая-то вывеска Да, ну да, бомжи же этим занимаются Они же за этим заработают Классно, а мы не бомжи Мы пусть это все наведите на свалку и там отравляют И никакой плюс, они в основном возле мусорников находятся Кто? Да, эти компании Да, им территорию давали возле мусорников То есть там в плане выгодно, что выносишь мусор, выносишь хор Опять же, смотрите, то есть, каким образом вы можете свою личную ответственность в этом потренировать Просто узнать про чистое место, есть ли где-то у вас рядом, да, и провести эксперимент Как в течение недели, двух недель начать оттуда относить Я вас уверяю, что очень скоро у вас включится механизм осознанного потребления, да, и вы просто перестанете покупать много из того, что сейчас покупаете Ну просто, чтобы не тащить это мусор на свалку, да, начните применять всякие хитрости такие С пластиковыми, с многоразовыми сумками, да, закупать там, например, гречку, либо что-то еще большими объемами Ну то это не сахар, да, купили там мешок сразу за пять килограмм У вас один мешок, да, они каждый раз там по полкило и потом неизвестно куда это все девать Ну то есть вот мы женивые существа, да, это тоже можно здесь использовать Здорово, что есть чистое место Правильно, да? Так, органика, да, всякие остатки еды и прочее Мы летом, весной, зимой закапываем в соседнем парке поле дерева Дерево говорит спасибо, милиционеры в соседнем здании пока нас не заметили Заметили Ну, заметили, да, но мы с ними умеем договариваться Это вроде как расстояние, как мелкое хулиганство, да, но я верю в то, что как только 5% населения начнет это делать Город все-таки осознан, ну, мы провоцируем на принятие каких-то мер, да Может, как не знаю, в Советском Союзе был сбор органики для свинокомпульса, либо что-то еще В чем, зачем, да, зачем делать? Выкинул на свалку, она там превратилась, ну вот, в удобрение Это не так В завязанном пластиковом пакете, даже не завязанном, да, на свалке Это не уступает в контакт с землей и начинает просто гнить Не превращается в удобрение, да Там есть газ метан, насколько я понимаю, еще образуется Все это увеличит парниковый эффект То есть такая вот история, да, то есть, поэтому, чем меньше мы еды органики вывозим на свалку, тем лучше Понятно, что если есть дача, то дом свой, это вообще шикарно компостное, как называется там Компостер, куча, да, там много технологий, все это удобрение превращается Так, дальше Про батарейки Ну вот, да, здорово, что Shelter это объявил Можно приносить, сдавать, всем объявлять Это, опять же, так, микрошаг, который вы можете сделать Поставить себя дома, сказать всем домашним, что все, батарейки вот в эту баночку Никогда не выбрасывайте, от всех соседей там несите А в офисе у себя поставить такую банку, да, переносить сюда, мы там решим, куда это все девать Батарейка это микробомба, содержит много ядовитых веществ Батарейка проглоченная случайно, например, ребенком, если он достал ее из игрушки и вдруг проглотил, может убить его за полчаса Ну и понятно, что валяясь на свалках, да, это все добавляет гадости ко всему то, что происходит вокруг Так, жвачку-газировку я не пью, не ем пять лет, мясо не ем два года, рыбу год, конфеты и бананы полгода Но бананы, опять же, да, транспортный след, 70% в цене за банан, который мы платим, это цена на пестициды Которые выливаются на то, чтобы эти бананы там выросли На следующий год бананной имплантации вырывается в новое количество веса Плюс большинство банановых имплантаций принадлежит наркобаронам Там работают рабы под дулом автомата Ну, как бы нас это вроде как не касается, да, но хочется бананов Конфеты, они тоже на красителях, на искусственных ароматизаторах, ну вот, не полезны, да Можно самим-самим делать там вегетарианские сладости, шарики там, из сухофруктов Хороших, правильных, да, тоже необработанных Одноразовые вещи, понятно Чай в пакетиках не пью, потому что это чайная пыль, да, невкусная И плюс тоже там используется бумаги много Мы не используем освежитель воздуха, например, в туалете У нас благоводнее горят, либо можно эфирные масла сделать там, пульверизатор Вот, либо просто спичку сжечь Это достаточно Газеты Да, не туалетная бумага, когда они сжечь Туалетная бумага, кстати, тоже важно покупать из переработанной макулатуры В смысле, не из первичной целлюлозы По второму разу Не нужно Да, многие там практикуют всяческие подмывания Тоже, может быть, экологично И бумага туалетная с ароматизаторами и двуслойная Это вот все тоже от лукавого, если понятно Не экологично Дальше, на лифт до десятого этажа Если я стараюсь идти пешком, но это еще и полезно для здоровья, да Избыточное количество обуви и одежды Вот избавился, да, от своих пятнадцати пар обуви Там, восьми офисных костюмов То есть сейчас, ну, такой минимум определенный Бритье, ванна, утюг, алкоголь не пью один год Кофе полгода не пьем Ну, тоже вот, как интенсикант и не полезное Хотя иногда случается, да, вот В Симферополе было вкусное кофе, там, выпил, да Ну, опять же, вот это не крайне, это не абсолют, да То есть, если вдруг это случается, если я это, там, разрешаю То я себя потом в чувство вины не вгоняю Сквернословие даже в мыслях То есть перестал, да, материться Жазы, осуждения, обиды, состояния жертвы, пустые разговоры, треп Тоже это отслеживаю Это вот про духовное развитие Вопросы? Как вы гладите Что? Гладите как Гладите как По голове Да, по голове, по шее, по плечам Ну, у меня нет дресс-кода, да, я вот фрилансер, я там, да, использую То есть, мне не нужно быть наглаженным, там, цивильным, да Если у вас есть хитрость, это можно рубашку после стирки повесить на плечики Она отвисится, будет более-менее ровная, да В душе можно вывешивать тоже, чтобы она тоже там от опала, да Оно от пара, да, стала такая более мягкая Вот, постельное белье, понятно, можно оно не гладить, да А кто-нибудь гладит постельное белье? Вот, ну ладно, ладно Или с сегодняшнего дня перестаньте гладить, тратить на это время, займитесь чем-нибудь полезным Еще был вопрос там Вопросы есть еще? Скорее, комментируй Да По поводу использования для отказа от исключения полечленного клиента Да Просто, ну, столкнулась статистика, комментируют люди Они на то, что взяли настолько себя обладает этот бумажный пакет Красиво обладает на 4 раза, чтобы сумку надо 131 А при этом изнашилось бумажным пакетом 2 раза, сумке 51 раз И выходит, что, если добавить на степень безопасности производства То тут же пакет выходит от более окупаемых И нужно говорить не о том, чтобы искать альтернативу пакета А о том, чтобы приучать использовать этот пакет несколько раз Классно, да Благодарю про это, да То есть я же говорю, что можно тоже пластиковый пакет использовать несколько раз Даже в том же магазине Даже просто, ну вот, понятно, что и на улице с ним ходить, да Мне больше нравятся бумажные, потому что они тоже многоразовые используются, да И они все-таки потом, когда, они потом не отравляют планету, да То есть он просто разложился и все Ну как он, безопасен для планеты Та же вся Европа на бумажных пакетах достаточно давно Та же эко сумка, да То есть я ее использую регулярно и все затраты, которые она понесла, появилась, ну То есть она себя оправдала, окупила Ну а этап производства, то есть там подсчитываются выбросы, что сам процесс технологический более… Я понимаю, таких вопросов на самом деле много То есть можно по каждому пункту моему, да, найти две тополярные точки зрения Я… Да, но опять же вот, исходя из того, что бумажные пакеты и эко сумки для меня более логично, более разумно И если мы на это все перейдем, то будет, ну, счастье Та же Европа, например, да, она сейчас как-то решает этот вопрос, потому что… Что с пластиковыми пакетами? Та же Италия, по-моему, Франция, они просто запретили Приняли закон о запрете пластиковых пакетов Теперь у них в магазинах только эти эко сумки, да, многоразовые Либо бумажный пакет тоже как-то многоразовый И этот вопрос решает В России сейчас такой законопроект тоже готовится Да, вопрос Как же… Продолжение темы о пакетах Как же пакеты, которые разлагаются Ведь некоторые супермаркеты переходят на пакеты большие Да, классно Те, которые разлагаются Да, благодарю Я лично закапывал, проверял, действительно, разлагается Даже если лежит дорого Через полгода он просто порванный уже там в тумбочке Или просто сам порвался Да, благодарю Забыл, да Биоразлагаемые пакеты Это, да, новый тренд тоже очень интересный Там все тоже не очень просто Вопрос разложения пакета, да, то есть Проверить, насколько пакет биоразлагаемый Можно только в специальной лаборатории Суть в том, что все равно То есть, как делается биоразлагаемый пакет? Берется, я опять же, не химик Берется в итоге все-таки пластик И туда добавляется растительное сырье То есть, на основе, там, органики какой-нибудь, да, там Кукурузника или что-то еще И поэтому, да, через, там, полгода, через год Он распадается на части Но Сами частицы пластика все равно остаются И вопрос вот в том, все-таки распадается это на воду или там на чистую органику, да Поэтому вот важно, чтобы производители этих пакетов, да, все-таки гарантировали как-то Что они, это реально, это реально распадается на составляющую часть Это работа, если закапывать В 800 людей покупают другую пакет, а в них приносят на свалку и все Ну вот, да, да, то есть, это работа, если закапывать в землю, тем более, да Ну и ради бога, микропластик, микрочастицы будут в грунте Ну, то есть, сам же пластик такого какого-то химического воздействия При этом, ну, физическое сугубо, но микрочастицы Микрочастицы, которые по-прежнему являются, ну, токсичными, да А почему токсичными? Они будут себе, ну, так само, как камешки в земле орать, да, как песок, как камешки Ну, тоже вариант То есть, еще раз, биоразлагаемый пакет, это хорошо, но очень важно просто посмотреть, понимать, насколько он биоразлагаемый Просто он на свалке разрушится, и все содержимое пакета вывалится и сгниет Не будет Ну, будем надеяться, что там останется, а ветром, водой не разнесется по всему городу, как это происходит Хорошо, дальше У нас время уже вот как раз осталось 15 минут, поэтому мы бежим быстро Про эко-просвещение буквально два слайда Собственным примером Вовлекать без фанатизма самоиронией Да, не брать за грудки Консультировать людей То есть, можно собирать домашнюю эко-группу Просто собираться с друзьями и обсуждать А ты чем моешь? О, это укропало круто А ты как от пластика спасаешься? О, круто А ты как нашел, там, такую кревую вещь за недорогую И, в общем, вообще такой весь более разумный и экологичный И непрерывно учиться и развиваться и учиться жить экологично Ну, то есть, вот читать, смотреть, интересоваться этим, да, сравнивать, задавать вопросы Ну, как бы не спорить, а искать истину Вот, сейчас появляется все больше информации И, понятно, многому она тоже противоречивая, да И понятно, что, ну, вот, многие используют это, там, в спекуляциях Тот же черный пиар используется, чтобы, там, что-то кого-то продвинуть или очередить Просто важно, вот, быть, становиться все равно профессионалом в этом каждом Ну, либо, например, делать свои свадьбы в эко-стиле Это, вот, у нас тут была свадьба, с любовью недавно 10, 11, 12 И она была в эко-стиле Мы сделали это за небольшой инфоповод Ну, например, написали, там, сколько, 11 заповедей эко-свадьбы Можно их использовать, там, в интернете все это на сайте найти, посмотреть Например, вместо букета невест у нас был букет петрушки Который мы съели потом, да, после того, как его бросили, там, поймала моя сестра Которая сейчас в Индии общается с Ким Кедуком И, в общем, да, там все фантастически как-то, да, происходит Не было римузинов, был вишнист подарков Т.е. нам не дарили ненужные подарки, которые потом 3-4 года стоят на дальнем шкафу Мы были в Вегетарианское кафе У нас было порядка 100 гостей Которые люди приходили, просто там, поздравляли, дарили подарки, кто хотел, и уходили Просто мы же интервью давали разным компаниям, разным СМИ Ну, т.е. вот такой инфоповод мы сделали Если кто собирается делать салатку, мы можем посоветовать, как это можно сделать более органично Ну, и главное, первое правило, первое заповедь, это, безусловно, жениться по любви Ну, да, по любви, да, и на любви, да На Надежде, Вере и Софье еще, домашнем Ну, и на всех остальных девушках с другими именами, безусловно Дальше Эко-офисы, бизнес, офисы зеленеют Порядка семидесяти офисов в Украине я тоже насчитал Понятно, что в основном там Киев, Харьков и другие города Что с этим можно делать? Ну, использовать то, что я говорил, опять же, в офисах Т.е. развешивать везде напоминалки Включите, пожалуйста, свет, выключите, пожалуйста, воду Собирать, как минимум, макулатуру Поставить там, вот, бачки Поставить для батареек Ставить цветы, фитодизайн В общем, есть, кому интересно, могу поделиться Есть чек-лист, вот, риска жизни Там, восемьдесят пунктов Мы вот сегодня как раз по нему общались Восемьдесят пунктов того, что можно делать в офисе Прямо конкретно прописано Как рекомендации Там, пишите мне в контактах, онлайнах И, ну, вот, или ответьте на мою презентацию Да, я вам с радостью с этим поделюсь Про вегетарианство, да Ну, опять же, не будем долго углубляться Никого срочно не призываю становиться вегетарианцем Единственное, что, хочу, чтобы вы понимали Манюру логику мотивации Как минимум, там, попробовали снизить количество мяса, которое вы едите Это полезно и экологично Ну, вот, известные вегетарианцы Для примера, тот же, там, Лев Толстой Сергей Есенин, Альберт Эйнштейн Правда, последний год своей жизни стал вегетариантом тоже, ну, пришел к этому Моби, понятно, Михаил Задорнов, Пол Маккартни, Джим Джармуш, Супермен Ну, он как раз проноед, он на уране, там, да, на космической энергии Так, про вегетарианство Зачем? Мне так комфортнее Я знаю, что промышленное животноводство убивает планету Ну, история про то, что, да, под пастбище вырубаются леса Огромное количество навоза не успевает стать удобрением Просто загрязняет реки и озера и воду Вегетарианство эффективнее, потому что, ну, вот Чтобы вырастить пшеницу и нужно намного меньше воды, чем мясо Что здоровее Качество промышленного мяса снижается с каждым годом Все, наверное, знают страшилки про шприцевание, подкрашивание и прочее Ну, хорошее мясо реально сложно найти Если уж его есть, то выращивать самому Убивать самому, брать за это ответственность Просить прощения Либо там, ну, вот фермерское, органическое Есть такие разные тоже проекты, появляются Значит, и для меня сейчас вегетарианство Это часть духовной аскезы и часть служения Богу Многие христианские святые становились и отказывались от мяса Как от чувственного и не на удовольствие Я, ну, вот опять же, как я там пришел После полугода йоги, когда я вот еще работал в офисе Там разных, да, там, каналы вроде как прочистились Я решил попробовать отказаться на месяц Мне понравилось, я после этого отказался Первый год я ел рыбу еще Сейчас я рыбу, ну, практически не ем Только вот иногда, опять же, по этичным соображениям Мы ее очень много, почти все выловили, да И хорошей рыбы найти очень сложно Она вся тоже выращивается на рыбных фермах На стероидах не полезна Так, дальше Про курение Поднимите руки, кто не курит Ура, классно, наши люди Да, я думаю, что да, остальные сейчас тоже, возможно, примут решение Мужественный бросил Кто бросил? В смысле? Все, которые не курят, те и бросили Круто Не надо ни одной затяжки зажечь Опять же, про курение, то, что это курильщики просто крадут мой чистый воздух Понятно, да Опять же, можно много, сколько угодно говорить про качество воздуха, да Но все равно, каждая сигарета ухудшает эту еще историю Ну, вот у нас там, идя по Невскому, да, в Питере просто, ну, страшно, да То есть каждый там, я иду и вот лавирую, да Просто человек, идущий передо мной курит, справа курит, и я вот, и где мне идти То есть они вот, крадут мое пространство А табачный дым распространяется на 100 метров Ну, вот его вот эти, все две тысячи вредных веществ распространяются вот туда И каждый окурок в воде – это микроволма То есть, понятно, что он все равно попадает в воду, и в итоге все это тоже оказывается в воде Такая логика Про алкоголь Тоже история такая, что это, по сути, алкоголизм, желание пить – это нежелание жить и медленное самоубийство Ну, можно много говорить про спаивание, там, России и Украины Про то, что, реально, там, в больших интернациональных корпорациях чиновников выгодно, чтобы народ там бухал, не выходил на улицы Ну, как бы это так, да Поэтому вот наша задача каждого из нас становиться все более осознанным И отказываться от этого удовольствия, за которое приходится очень много платить Ну, и количество, я, наверное, как-нибудь сяду подсчитаю, да, как примерно сколько бутылок выпитало мною вина Сотен, да, виски и всего прочего осталось Мне не было там никогда запоев, да, но вот как обычно, что я там Правда, я водку прекратил уже лет 25 пить, категорико, да, достала Потом постепенно отказался от чего-то еще Последнее от чего оказался было крымское вино Крымское вино, массандровское, пила мускат красного камня Вот я символически год назад, даже больше, да, уже там, вылил И с тех пор, да, год ровно я прям вообще ничего не пил А потом мы нашли в Питере органическое вино Испанское, да, выращенное тоже, без химии И бутылку просто выпили, ну, за несколько вечеров Но опять для снятия важности, да, для того, чтобы почувствовать, как это, зачем это, почему это Нормально, никакого эффекта опьяния, ну, и больше не хочется пить Так, 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 время, время, о, класс, мы успеваем Гринвилл очень быстро Экотехнологии или неоприметивизм, ну, ответ в золотой середине где-то, да То есть понятно, что уходить там, опять же, в пещеры не нужно И солнечные батареи, ветряки и прочее, вот, огромным массивом тоже, по сути, не, ну, не выход идеальный Потому что солнечные панели не экологичны при производстве и при утилизации То есть они, вот, небезопасны, да Самый оптимальный способ, если говорить про, насколько я понимаю, про альтернативную энергетику Это сейчас геотермальные насосы, ну, один из способов Это насосы, которые, там, щебуры, которые опускаются в землю И теплом в земли, добывая тепло, опять же, преобразуют его в электричестве То есть такие есть технологии Можно сделать автономный дом именно на этих источниках Есть, там, биогазовые установки, есть палетные установки, ну, очень много всего Вообще, я верю в личный двигатель Что он есть, давно изобретен Но нефтяные корпорации патенты на это все делают Скупили и не пускают Как менять города Я, кстати, вот, да, ребят, Шелтеру пришлю ссылки Очень прикольная история Transition Network, это движение Transition Town, как в Европе меняют города Переходят на зеленый вид Там есть команда тренеров, которая приезжает в город, ну, по заявке Собирает кружок счастья из обычных жителей, там, домохозяек, там, кого-то еще И путем наводящих вопросов помогает понять, каким образом город дальше может жить Даже как бороться, там, с мафией, с коррупцией, там, тоже, понятно, везде есть эти проблемы И вот сейчас такие подобные проекты в России пытаются сделать, да, но вот разрабатывать методику нашей ментальности Поделюсь технологией, но очень интересно Так, это мы делали конференцию в Питере по экопоселениям По статистике, ой, не очень хорошо видно В мире существует порядка двух тысяч зеленых поселений Около двухсот в России и порядка пятисот в Украине Речь идет, как об экопоселениях в классическом понимании, да, где, там, бородатые мужики головами прыгают через костер Таких тоже, ну, много, но вот они постепенно, да, становятся больше и других поселений, где просто люди уезжают из города, потому что, ну, плохо, да, покупают землю, берут в аренду И начинают строить новую жизнь, новый мир, ну, как бы, это не ушельская, да, технология, да, просто жить по-другому Строить новое сообщество Без, там, особых, опять же, исторических или, там, ведических или, там, зеленых кедровых, этих, звенящих кедров России То есть, такие проекты появляются Вот, там, ковчег, ну, вот, архферма, например, в Тульской области, это поселение архитекторов и дизайнеров То есть, ребята просто выкупили бывшую архферму, там сейчас организуют процессы, очень интересно, так, по-европейски, грамотно, светский проект абсолютно В Украине тоже поселение есть, кто был в экопоселении каком-нибудь? В Украине? Не? Не было Ну, рекомендую просто съездить, да, загуглить, посмотреть, они проводят гостевые дни, это, ну, это другие люди, и дети, которые там рождаются, они тоже другие Да, и вопросы по их будущей социализации тоже, там, над этим думают, решают Это вот такая лаборатория, лаборатория будущего, как можно жить в ней города, как можно так вообще расширить сознание Это вот мы, и я вот прожил на экопроекте полгода в Москве, потом, вот, прошлым летом я любовь таскал в течение месяца по четырем экопоселениям Мы проехали через комары, дожди и прочие радости, отсутствие души, и мы поняли, что мы пока не готовы переезжать Сейчас ищем новые проекты, и надеемся все-таки жить, ну, либо в маленьком городке, вот, там уж в Ленобласти где-то, да Либо, ну, вот, создать какое-то поселение, и вообще, моя мечта это сделать образовательный центр построить Большой образовательный центр, экологический, где учить людей, которые будут приезжать, ну, не только я, но и там Тренеры, мои дети будут учить, и думать над тем, как спасти человечество Последний слайд, предпоследний Скажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, дай мне сделать, и я пойму, Конфуция У каждой из вас, лично у тебя есть 21 день на формирование новой привычки Из того, что сегодня запомнилось, из того, что сегодня показалось близким Можно залезть в интернет, посмотреть, почитать, задать какие-то вопросы мне лично, сейчас или чуть позже И начать менять мир Здесь мои контакты, ну, меня можно тоже найти в интернетах, там, добавляйте, спешите Я вас благодарю за внимание У нас время, да, как раз 8.15 Если кому-то нужно срочно бежать, можно это сделать безозрение совести Вот там на столе стоит банк для ваших пожертвований И вход по свободной цене, там, да, написано На добрые дела ваши, там, 5, 10, 50, 100, 200 гривен будут очень признательны за них На мою, там, жизнедеятельность, на жизнедеятельность шелтера Это все дело пойдет И если есть вопросы, я готов сейчас ответить